МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петропавловске начали строительство дворца школьников. Четырехэтажные здания возводят в новом микрорайоне. Одновременно во дворце могут заниматься 1800 человек. Стоимость проекта – 3,6 млрд тенге. Деньги выделены из резерва правительства. Работы ведутся с опережением графика производства работ. Ввод в эксплуатацию август 2018 года. На настоящее время на объекте работает 165 человек. Работы осуществляются круглосуточно. Казахстан и Европейский союз намерены сотрудничать в сфере научных исследований. Об этом стало известно на форуме в Астане. В европейской программе «Горизонт-2020» примут участие 10 казахстанских вузов. Ее общий бюджет составляет 80 млрд евро до 2020 года. Программа финансирует исследования, направленные на поддержку инноваций, решения глобальных проблем и устойчивого развития. «Горизонт-2020» идет по разным направлениям. Самое главное, что в это направление включили сферу научно-исследовательских направлений. То есть это науки Земли, это передовые исследовательские направления, как нанотехнологии, как биотехнологии. И вот эта программа, естественно, имеет конкретные цели по разработке каких-то новых знаний, которые могут внедрить потом на местном рынке или на европейском рынке. 117 улиц общей протяженностью около 113 км будет отремонтировано в следующем году в Талдекургане. На работы предусмотрено свыше 6,5 млрд тенге. В этом году ремонт прошел на 93 км местных улиц. Еще у нас предусмотрено 46 остановок замены на новые типы и 18 опор светофорных объектов замены предусматривается. Проект под названием «Е-Лайна» планируется завершить до 2020 года. Здесь появятся такие смарт-компоненты, как «Сейв-Сити», которые объединят 240 камер уличного видеонаблюдения, и имеющиеся камеры у населения в одну информационную систему. В рамках ГЧП свои услуги предложили инвесторы. В городе появятся умные перекрестки, улицы будут освещать умные фонарья. За движением общественного транспорта можно будет следить через мобильное приложение. Первые шаги есть, но мы 100% хотим их реализовать через портал Акимата. Также активно внедряется в пилотном проекте и умный автотранспорт. Это пассажирские перевозки, на сегодняшний день GPS, контроль, учет, интервал, мобильная версия реализована. Мечту о настоящей новогодней сказке подарят более 15 тысячам детей. Праздник придет в интернаты, опекунские семьи, детские дома и больницы. В течение месяца руководители министерств, предприятий и организаций встретятся с ребятами, которые особенно нуждаются в заботе, подарках и незабываемых эмоциях. Проекту более 20 лет. И каждый год к нему присоединяется все больше неравнодушных людей. В прошлом году на игрушки и угощения собрали около миллиона двухсот тысяч рублей. К ульминации марафона станет новогоднее представление во Дворце Республики, где соберутся более двух тысяч ребят. Около 73% жителей России, а это почти три четверти населения, предпочитают беречь деньги. И только 20% россиян считают, что зарплату или пенсию необходимо тратить сразу. Соответствующий опрос правил Всероссийский центр изучения общественного мнения. При этом 57% респондентов ответили, что надежнее всего банковские вклады. А для сравнения, в начале 2017 года в этом были уверены всего 41% опрошенных. Жители России стали меньше стремиться забирать свои сбережения из банка, поскольку не испытывают в этом необходимости. Так ответили 28% против 36% в начале года. Эксперты отмечают, что экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. Граждане стремятся формировать резервы в деньгах, причем чаще в рублях, а не в валюте. На этом фоне падает ценность драгметаллов. Ранее сообщалось, что россиян научат финансовой грамотности. Минфин России провел в конце октября Всероссийскую неделю сбережений. Армения может стать мостом между Евразийским экономическим сообществом и Европейским союзом. Этот вопрос обсуждали на встрече представители партии Армении и России. У Армении, как у суверенного государства, есть все права и возможности для того, чтобы реализовать и ту часть своего потенциала, которая традиционно связана с Россией, и ту, которая связана с Европейским союзом. Также участники встречи в Ереване говорили о международной безопасности и о важности совместных усилий для решения экономических и политических проблем. Следующая встреча представителей правящих партий Армении и России состоится в 2018 году в Москве. Мы говорили именно о возможностях Армении как моста между европейскими и евразийскими экономическими пространствами, между возможностями совмещения, а не конфронтации политических повесток. То есть есть интерес и просто нужно артикулировать позицию нужно. Особенно с друзьями, с коллегами нужно говорить честно и искренне. Американцы могут остаться без главного символа Рождества – праздничной ели. Продавцы деревьев признали, что в этом году их может хватить не всем. Это последствия экономического кризиса, который был 8 лет назад. Фермеры просто перестали высаживать ели. Элементарно не хватало денег на саженцы. Кроме этого, повлияло и засуха последних лет. Эммануэль Макрон открывает саммит одной планеты, приуроченной ко второй годовщине заключения Парижского соглашения по климату. Накануне 39-летний президент Франции был приглашен бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. На ужин данной его благотворительная организация «Блумберг Филантропия». В своей речи на ужине Макрон заявил, что выход США из Парижского соглашения по инициативе Дональда Трампа лишь укрепила решимость остальных участников. Парижский саммит посвящен продвижению зеленых проектов и поискам источников финансирования. По приглашению Макрона, 18 американских ученых-климатологов продолжат свою работу во Франции до конца президентского срока Трампа. Им выделены на это гранты. Лозунг французского президента «Сделаем планету снова зеленой». Перефраз слогана Трампа «Сделаем Америку снова великой». Но самого главы Белого дома среди участников саммита не будет. «После этого решения мы ускорили ратификацию. Все больше стран присоединились к нам и ратифицировали Парижское соглашение. Это стало своего рода потрясением для многих людей, которые говорили себе «Ого, вот уже одна страна покинула клуб, теперь все дело под угрозой». На прошлой неделе премьер-министр Великобритании и председатель Еврокомиссии заключили соглашение о переходе к новому этапу переговоров. Но выступление перед парламентом Тереза Мэй дала понять, что выполнение этого соглашения будет зависеть от хода будущих переговоров, от того, насколько они устроят Великобританию. Правительство согласилось предоставить членам парламента дополнительные полномочия по надзору за ходом переговоров с Евросоюзом. Они будут прописаны в законе о выходе из Европейского Союза. Ранее оппозиция жаловалась на то, что этот закон дает слишком много свободы правительству в определении стратегии выхода страны из Союза. Парламентариям также предстоит большая работа по интеграции многих норм Европейского Союза в британское право. Сохранение этих норм – одно из условий соглашения по выходу из ЕС. Это предложение обусловлено нашим согласием на будущее партнерство, согласием по следующему этапу переговоров. Если мы не согласимся с этим партнерством, это предложение будет отозвано. Вашингтон недоволен нынешним положением дел во всемирной торговой организации. Торговый представитель США высказал свои опасения в ходе 11-й министерской конференции ВТО в Бенус-Айресе. По его мнению, ВТО превращается в организацию, сфокусированную только на судебных тяжбах. Он также отметил, что слишком много стран не следует правилам ВТО, и слишком большому числу состоятельных государств-членов предоставляет исключение благодаря их статусу развивающейся страны. Представитель США недвусмысленно намекнул на Китай. Эта страна – единственная среди шести крупнейших экономик по размеру ВВП, которая настаивает на своем статусе развивающегося рынка. США и ЕС также противостоят Пекину в признании его рыночной экономики. Они считают, что китайские власти постоянно вмешиваются и при этом требуют более низких тарифов для своей продукции. Тем временем в ходе конференции другие участники раскритиковали протекционизм и выступили за более сильную международную торговую систему. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что выступает за двусторонние, а не многосторонние соглашения. В преддверии конференции Вашингтон заблокировал подписание общего заявления, в котором упор делался на важности международной торговой системы и необходимости помогать развитию. Эксперты считают, что на фоне критики со стороны США организации будет сложно решить даже самые главные задачи нынешнего мероприятия. Например, проблему субсидирования рыбных хозяйств и сельскохозяйственного сектора. «Мы должны разъяснить наше понимание развития в рамках ВТО. Нельзя допустить такой ситуации, когда новые правила применяются только к некоторым, а другим дают зеленый свет только из-за того, что они провозгласили себя развивающейся страной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова